Всем привет! Очень давно не было видео о iHerb. Это не спонсированный ролик. Я только что получила свою посылку. Она огромная. И сегодня я хотела бы снять распаковку. Рассмотрим приправы, все то, что я заказала себе. Я надеюсь, что вам будет интересно. Я обожаю снимать ролики на этом месте. Такая непринужденная домашняя атмосфера здесь. Как будто вы у меня в гостях, и мы за чашечкой кофе сидим, рассматриваем мои покупки. Ну что, давайте начнем распаковку. Здесь, как обычно, мне впаяли налог. Если вы живете в Европе, то, скорее всего, с этим столкнетесь. То есть, если вы заказываете что-то на iHerb, вообще из Америки, сумма вашего заказа превышает то ли 22 доллара, то ли 22 евро. Будьте готовы к тому, что придется заплатить налог. У меня здесь нож. Вскрываем. Первое, что мне попадается, это приправа от моего любимого бренда Simply Organic. В этот раз я взяла смесь для барбекю. Мы очень часто организовываем такие большие гриль-вечеринки для друзей, для родных. И сейчас у нас появились друзья, с которыми мы осенью познакомились в Египте. У них столько идей разнообразных блюд. Я там кое-что подсматриваю, что-то буду показывать в своих влогах или, возможно, в футбуках. Я очень люблю готовить и экспериментировать. И это классно, когда мы друг друга вдохновляем. И от этого бренда у меня есть как чистые базовые приправы, типа петрушка, базилик, орегано, чесночный порошок у них очень классный. А вот это для барбекю. И здесь в составе лук, морская соль, сушеные томаты, чеснок, сахар, тростниковый сахар. Вот кумин, паприка, разные виды перца. И что-то еще, что-то, что мне неизвестно. Здесь сразу прилагается съемная мельница. Открою сейчас, понюхаю и расскажу вам. Так классно, интересно пахнет, как будто томаты с легким дымком. Я обязательно попробую в ближайшее время. Аромат очень насыщенный. Вообще все приправы от Simply Organic очень интенсивные. Их надолго хватает. Я вам это говорю как человек, который пользуется этими приправами уже не первый год. И мне очень нравится то, что все баночки одинаковые. Некоторые чуть выше, чуть ниже. Но все они квадратные. Когда я их складываю в контейнер, все так аккуратно выглядит и много помещается. Так, дальше что-то, что немножко рассыпалось. Это мюсли. Немного треснула упаковка при транспортировке. Как бы вам так аккуратно показать. Я выбрала мюсли с корицей и с пятью злаками. Здесь овсянка, гречка, амарантус, пшенная каша и кинуа. Это так вкусно. Я попробовала немножко. Действительно ощущается корица. И здесь есть коричневый сахар. Ничего страшного. Иногда я добавляю небольшое количество, к примеру, в натуральный йогурт. Хочется себя побаловать чем-то сладким. Пусть это будут вот такие мюсли. Была небольшая акция на марку Benton. Поэтому я купила сразу две упаковки любимого средства моего мужа. Это пенка для умывания. Лично мне она не особо подходит. Она пересушивает мою кожу. А вот его лицо она наоборот хорошо очищает от жира, от всяких загрязнений. Нравится, пусть пользуется. Вау, какая огромная упаковка. На сайте она казалась гораздо меньше. И я еще сомневалась, заказывать или нет. Что это такое? Рассказываю. Это японские панировочные сухари. Если вы когда-то были в японском заведении, ели что-то там пробовали, видели у соседа на тарелке, к примеру, креветки в панировочных сухарях. Вот они у них совершенно другие. Даже по сравнению с теми, которые продаются в Украине, которые мы можем сделать сами или в Польше. Я живу в Польше сейчас. Поэтому здесь панировочные сухари это вообще очень распространенное явление. Здесь очень многое панируют. И это просто перемолотый хлеб. И как мне кажется, панировочные сухари в японских ресторанах, они вообще другие. Я хотела бы попробовать приготовить именно креветки. Еще мой муж просил сделать курицу с соусом терияки. Возможно, появится что-то такое в футбуке. Короче, руки уже чешутся. У меня в последнее время появилось так много желания пробовать готовить что-то новое. И я никогда себя не заставляю. Если просто нужно что-то приготовить, я беру проверенное блюдо. Мне кажется, что в кухне вот это настроение очень важно. Так что скоро-скоро-скоро буду пробовать. Насмотрелась я, значит, на макияж Вики. Вики из Германии. Это не просто блогер-красотка, еще и очень близкий мне по духу человек. И когда я увидела ее макияж в реальной жизни, я подумала, что мне нужны все средства, которыми пользуется Вика. И я начала с кисти. Это кисть от Real Techniques. Она говорит, что это что-то вообще, что изменит мою макияжную рутину. Но она не только мне это говорит. Она это рассказывала в своих видео. Сейчас открою. Я сто лет не пользовалась кисточками для макияжа. Очень интересный дизайн. Кисть мягкая, не слишком плотно набитая. То есть хорошо, но не такая, вы знаете, она не сильно жесткая. И это не дуофибра, она просто так окрашена. Завтра же ею и воспользуюсь. Я уже не впервые заказываю это какао. Иногда я балую своих мальчишек. Это какао с маршмеллоу. Сейчас расскажу, но объясню вам свою позицию. Я не мама-фанатичка, которая постоянно ограничивает своих детей в сладком, в картошке фри. Мы даем им попробовать все и колу в том числе. Но мне кажется, это такой здоровый подход, когда ты контролируешь и дозировано что-то позволяешь. При этом они спокойно едят отварной картофель, каши, фрукты. Просто когда ты что-то очень жестко ограничиваешь, получается ситуация запретный плод сладок. И когда мама не смотрит, потом дети на это все набрасываются. Так что я сама им что-то разрешаю есть, употреблять. И вот иногда для разнообразия я разрешаю им пить такое какао. Не слишком часто. В одной чашке получается 80 калорий. И оно неприторно сладкое. Маршмеллоу, если вы не знаете, то это такие небольшие пенки. Они растворяются потом в горячей воде. Единственное, что меня расстраивает, это то, что в упаковке 6 саше. Но зачем такая большая упаковка, я не понимаю. И у меня даже такое впечатление, что я покупаю воздух. Потому что здесь так много вот этого пустого пространства. Я знаю, что лето практически еще не наступило. Но где-то в августе я хотела бы сделать подборку того, что я буду использовать в своем уходе осенью с кислотами, с ретинолом. И сейчас уже начинаю скупать какие-то средства. Мне очень понравилась вот эта сыворотка от марки It's Skin. Она хорошо увлажняет кожу. Она идет с гиалуроновой кислотой. И я просто побоялась, что потом она будет распродана. Так что взяла вот так в прозапас. И еще я купила сыворотку от марки Елизавета. Она тоже с гиалуроновой кислотой. Здесь 97% этого ингредиента. Но, к сожалению, многие из вас написали мне, что вам она не подходит. Хотя на сайте очень классные отзывы. Я буду пробовать, посмотрю и ближе к осени поделюсь с вами. Эту приправу я беру уже в третий раз. Тоже Simply Organic. И она предназначена для морепродуктов. Я чаще всего просто беру кусок рыбы, филе или даже целую рыбу. Посыпаю ее обильно этой приправой. Она уже с солью. Чуть-чуть острая, с зернышками сезама. И вот с каждым видом рыбы эта приправа играет по-разному. Очень интересный, небанальный состав. Сезам, я вам сказала. Тростниковый сахар, соль. Все это органическое. Имбирь, лук, цедра апельсина, тамари. Я не знаю, что это такое. Это чеснок, рисовый концентрат, немножко чили, черный перец. Фантастическая приправа. Покупала, покупаю и буду покупать. Также у этого же бренда появилась приправа для курицы гриль. Вообще курица такое мясо, если ее не сочетать с чем-то другим, то она довольно безвкусная. Я не люблю просто отварную куриную грудку. Меня не вставляет, извините. Поэтому я всегда ищу что-то, чтобы сделать ее вкус более интересным, насыщенным что ли. Теперь буду пользоваться вот этой приправой. Вообще этот бренд никогда меня не подводит. Так что я уверена, что нам понравится. Конечно, можно подумать, что я сумасшедшая и заказываю черный перец и соль из Америки. Но мне кажется, что я просто очень люблю готовить. И я обращаю внимание на детали. И чувствую вот эту разницу, когда просто хорошо, а когда еще лучше. И проведите эксперимент. Если вы пользуетесь уже перемолотым черным перцем из обычного магазина, купите не этот, а этот я, конечно, тоже советую. Просто купите себе с мельницей и попробуйте использовать его в своей кухне. Вы ощутите эту разницу. Это будут совершенно другие вкусовые ощущения. Поверьте мне, что касается этого перца, то я покупаю его не впервые. Он у меня закончился где-то спустя год. Его действительно на очень долго хватает. Я купила обычный в магазине. Польские приправы тоже хорошие. Если не покупаете на iHerb, то польские могу советовать. Просто эти еще лучше. Так вот, купила обычный, попробовала. Думаю, нет. Я все-таки куплю этот, потому что он еще более ароматный. Когда у тебя еще есть качественное оливковое масло, перемолотый перец. Просто дайте мне вкусный хлеб. Я буду сидеть, макать это все есть. И мне уже большего не нужно. Также взяла розовую соль. Мы покупаем ее в Лидле, но в Лидле как раз не было. Так что притянула из iHerb. Но я пока что эту соль не пробовала. Ничего не могу сказать. Соль как соль. Но я люблю опять же с мельницей. Теперь в эту просто буду засыпать. Куплю себе большую упаковку, когда это закончится. И будет у меня теперь вот такая мельница в стекле. Две приправы с мельницами. У этой где-то отпала, но она есть в посылке. Я видела. Я сижу так рассматриваю, потому что вот видно большие частички каждого компонента. Скажем так. Это острая приправа. Красный перец. Причем здесь и косточки, и сам перец. Все это органическое опять же. Класс. Я эстет. Я люблю рассматривать. Я всегда вот прямо впитываю эстетику со всего, что я вижу. То есть разных текстур, когда освещение просто куда-то падает. В общем, я люблю наблюдать за всем, что происходит вокруг меня. А вот эта приправа, она для фарша. Такая огромная упаковка. И здесь в составе чеснок, морская соль, органический черный перец, дилсид. Не знаю, что это. Кориандр и острый перец чили. Очень красиво выглядит. И давайте откроем. Вау. Сразу чувствуется и кориандр, и чеснок. Прямо сильно выбивается на первый план. Хочется сделать гриль как можно скорее. Красный чай Ройба. Без кофеина. Знаете, что я хотела бы сделать? Я заварю этот чай. Дальше куплю апельсины, клубнику. И все это нарежу. Добавлю лед, мяту. И будет у меня такой айсти домашний. Он вот в таких пакетиках. И его можно пить и холодным, и горячим. Свою идею я вам уже подала. У нас уже вовсю продают свежие овощи. С нитратами совсем, наверное. Я все это прекрасно понимаю. Но скоро наступит сезон настоящих свежих салатов. И вот что я купила. Это было остро. До сих пор ощущаю. Это смесь обычных тыквенных семечек и слегка поджаренных острых. И я буду добавлять эти семечки в салаты. Хорошо, что они здесь вперемешку. Но я так понимаю, что много для салата не надо. И вот мне нравится сочетать что-то острое со сладким. Я уже придумала, что я, скорее всего, сделаю такой салат с манго или даже с клубникой. Да, сейчас сезон клубники. Так что, да, я буду использовать клубнику даже в салатах. Господи, я не знаю, почему мне так хочется что-то готовить, как-то экспериментировать. Можно также делать салат, например, с арбузом и сыром. Да, с сыром, с плесенью или с пармезаном. Даже пробуйте какие-то такие нестандартные сочетания. Я уверена, что вам понравится. А что готовлю я, я всегда показываю вам во влогах или в футбуках. Но не всегда, частично, но стараюсь делиться. У меня заканчивается мой бальзам для губ от Laneige. Точнее, их ночная маска. Но я пользуюсь им для восстановления, для увлажнения губ. До сих пор семечки дают о себе знать. Горячо прямо. Вот, и поэтому я заказала себе бальзам от Petit Fee. Тоже написано, что это маска для губ. У меня медовая версия. Здесь лопаточка. Вау, какая красивая баночка. Стеклянная, с такой крышкой. Я не ожидала. Это чудо стоит 10 долларов. Ну, такого средства хватает на очень долго. Неявный аромат меда, если честно. Что-то такое натуральное. И бальзам имеет плотную консистенцию. Давайте сразу на губы. Приятненько. Взяла еще одну кисть для хайлайтера, для пудры. Это Bidellium Tooth. Ого, я думала, она поменьше. Очень мягенькая. И вот как раз для этих мест под глаза. Даже румяна можно нанести. Класс. Я довольна. Много об этом рассказывала. Не буду останавливаться. Пользуемся всей семьей. Бренд CeraVe. Это лосьон, который мы наносим и на все тело, и на лицо. Муж попросил взять именно для лица. Он говорит, что это оптом. Это хорошо. Это подходит к его коже, несмотря на то, что это для нормальной и очень сухой кожи. Он пользуется даже сейчас, когда иногда бывает жарко и холодно на любое время года. И здесь 355 мл. Попросил, чтобы я взяла еще и маленький формат, потому что он уже заканчивается. Никогда ничего такого не пробовала. Взяла ради интереса. В принципе, я готовлю вкусное гуакамоле. Если вы не знаете, что это, то это такая паста из авокадо. Туда можно добавлять помидоры. В общем, есть масса разных рецептов. И я сама люблю миксовать приправы. Но иногда очень тороплюсь. Или когда гости нагрянут, и я буду неподготовленным. То вот у меня будет такая готовая смесь. Что здесь в составе? Давайте посмотрим. Вода. Зачем вода? Интересно. Органический лук. Чили. Какая-то кислинка. Морская соль. Яблочный уксус. Тоже. Не знаю. Не знаю зачем. Чеснок. Концентрат лайма. Органический перец каен. Чили еще раз. То есть целых два вида. И органический черный перец. Просто ради интереса посмотрим, что из этого получится. Взяла нашим знакомым. Ну, не совсем нашим знакомым. Точнее, их питомцу. У них есть несколько котов. И я хотела попробовать вот такую присыпку. Это сушеная курица. Говорят, что коты просто сходят по ней с ума. И я видела так много обзоров других блогеров. У нас нет кота. А мне самой было интересно понаблюдать за реакцией. Не то, чтобы я хотела проводить эксперименты над животными. Но все так валят. Я думаю, как же это работает. Вот в пятницу поедем к Пшемеку и Монике. И проверим, как же это работает. И если вы такое покупали, то расскажите, как вам. Точнее, как вашим животным. В моей дорожной косметичке мне не хватало кисточек для бровей. Поэтому я взяла такой наборчик от EcoTools. Здесь кисть для бровей и щеточка. Скажу так. Это не самая тонкая кисть для бровей, которую я видела. Но так как я пользуюсь тенями, то наоборот, при помощи такой кисти я смогу быстро их оформить. Я бы не сказала, что это лучший вариант для помады для бровей. Если вы пользуетесь такого плана средствами, то нет. Но это то, что я искала. И обычная щеточка, которой я всегда прочесываю брови после того, как наношу тон. Чтобы их как-то уложить. Или уже после нанесения средства для бровей. Когда я их уже окрасила. Чтобы чуть-чуть вычесать, сделать эффект более натуральным. Конечно, можно заказать на Алиэкспресс. Множество таких, знаете, одноразовых щеточек. Будет то же самое. Но у меня есть теперь такой наборчик. И я счастлива. Потихоньку приближаемся к концу. Это очень острая корейская приправа. Я не знаю, что-то меня потянуло на острое. Да, томатная и острая. Я чуть-чуть взяла на язык. Потому что боюсь, что нужно будет бежать за водой. А у меня тут подключен микрофон. И я хочу делать разные маринады с этой приправой. В общем, масса применений. Опять же, ждите в футбуках. Но это вкусно. Если любите острое, то я думаю, что вам такое надо. Это взяла себе матовый спрей для лица от марки Pacifica. У меня с ароматом ананаса. О, мелкое распыление. Как облачко. То есть, не плюется в лицо. Насколько это матово, я пока что не могу сказать. Но пахнет приятным. И написано, что для жирной и комбинированной кожи. У меня не совсем такая. Но дело в том, что летом я тоже не люблю, когда чрезмерная такая влажность на лице. Когда все плывет, течет. Я и так выбираю увлажняющие тональные средства. Но для того, чтобы и тонны, пудра, консилер, румяна, все поженилось на нашем лице. Я очень люблю использовать спрей. Очень освежает и приклеивает наш макияж. То есть, больше растворяет в коже. За это я люблю все спреи для лица. Он также идет с гиалуроновой кислотой и разными растительными экстрактами. Что тоже очень приятно. То есть, состав такой очень даже. Вот благодаря таким штукам макияж на лице смотрится более естественно. То есть, не выглядит такой многослойной маской, скажем так. В моей дорожной косметичке мне не хватало кисточек для бровей. Поэтому я взяла такой наборчик от EcoTools. Здесь кисть для бровей и щеточка. Скажу так. Это не самая тонкая кисть для бровей, которую я видела. Но так как я пользуюсь тенями, то наоборот, при помощи такой кисти я смогу быстро их оформить. Я бы не сказала, что это лучший вариант для помады для бровей. Если вы пользуетесь такого плана средствами, то нет. Но это то, что я искала. И обычная щеточка, которой я всегда прочесываю брови после того, как наношу тон. Чтобы их как-то уложить. Или уже после нанесения средства для бровей. Когда я их уже окрасила. Чтобы чуть-чуть вычесать, сделать эффект более натуральным. Конечно, можно заказать на Алиэкспресс. Множество таких, знаете, одноразовых щеточек. Будет то же самое. Но у меня есть теперь такой наборчик. И я счастлива. Потихоньку приближаемся к концу. Это очень острая корейская приправа. Я не знаю, что-то меня потянуло на острое. Да, томатная и острая. Я чуть-чуть взяла на язык. Потому что боюсь, что нужно будет бежать за водой. А у меня тут подключен микрофон. И я хочу делать разные маринады с этой приправой. В общем, масса применений. Опять же, ждите в футбуках. Но это вкусно. Если любите острое, то я думаю, что вам такое надо. Взяла себе матовый спрей для лица от марки Pacifica. У меня с ароматом ананаса. О, мелкое распыление. Как облачко. То есть, не плюется в лицо. Насколько это матово, я пока что не могу сказать. Но пахнет приятно. И написано, что для жирной и комбинированной кожи. У меня не совсем такая. Но дело в том, что летом я тоже не люблю, когда чрезмерная такая влажность на лице. Когда все плывет, течет. Я и так выбираю увлажняющее тональное средство. Но для того, чтобы и тонны, пудра, консилер, румяна, все поженилось на нашем лице. Я очень люблю использовать спрей. Очень освежает. И вот как бы приклеивает наш макияж. То есть, больше растворяет в коже. За это я люблю все спреи для лица. Он также идет с гиалуроновой кислотой и разными растительными экстрактами. Что тоже очень приятно. То есть, состав такой очень даже. Вот благодаря таким штукам макияж на лице смотрится более естественно. То есть, не выглядит такой многослойной маской, скажем так. Скоро буду снимать собиралку. Вот тогда я протестирую базу под тени. А то у меня есть одна от MAC. Она самая классная, самая лучшая. Мне стало интересно, что же это за чудо. На него хорошие отзывы. Это бренд Etude House. Вот такая. Огромная. Спонж, как у блеска для губ. И она очень легкая. Силиконовая. Немножко жирненькая. То есть, это не матовая. И несмотря на то, что в баночке она выглядит цветной, на веки абсолютно прозрачная. Вот в ближайшее время начну использовать ее и рассчитываю на то, что на ней будут хорошо держаться тени. Детокс-чай от марки Йоги. Вообще у этого бренда такие чаи. Их можно или любить, или ненавидеть. Они интенсивные и очень часто натурально пахнут. Некоторые ароматы у них прямо специфические. И да, пахнет ягодками и чем-то свежим. Вот это такой аромат, который большинству, наверное, все-таки понравится. О, сейчас себя заварю. Девочки, у меня к вам вопрос. В связи с тем, что в Польше просто сумасшедшая погода. Вчера у нас было практически 30 градусов. А сегодня, ну, где-то 16, наверное. И моя голова взрывается. То есть, у меня низкое давление. И все перепады температур. Я очень плохо переношу. Что вы принимаете для того, чтобы как-то не так сильно это все ощущать на себе? Потому что я очень хочу снимать. Каждый день встаю, там хорошо питаюсь. Достаточно сплю и спортом занимаюсь. Но иногда такой вынос мозга из-за этого я просто не могу функционировать. Может, вы мне что-то подскажете из такого безопасного? Может, какие-то травы пропить? Я уже не знаю, чем спасаться. Поэтому жду каких-то подсказок от вас. Так, и вот у меня две такие последние штучки. Значит, это снеки. Снеки на основе морских водорослей. Сезама и миндаля. Если вам нравятся суши и все вот эти морские темы, то вы будете в восторге. Это очень интересный вкус и аромат. Ну, аромат такой себе. Пахнет водорослями. Но по вкусу это очень прикольно. Это такие чипсы. Более здоровый вариант чипсов. Я взяла просто, чтобы похрустеть. И мне понравилось. Но если для вас вся вот эта морская тема пахнет аквариумом, то нет. Нет-нет-нет. Это не что-то в стиле полезного сникерса. Это прям вот морская штука. Мне понравилось. И я буду покупать снова. И последнее, что я взяла, это бренд, который создан для женщин. Называется Раэль или Раэль. У них там всякие экологические вот эти женские прибамбасы. Но меня заинтересовал такой натуральный компресс, который приклеивается в области паха. У меня, когда первый день, критические дни, очень часто бывают болевые ощущения. До рождения первого ребенка у меня был болевой шок настолько сильным, что мама иногда даже вызывала доктора. И я даже не хочу рассказывать вам, что со мной происходило. Но я не ходила в школу. То есть я просто не была в состоянии дойти от моей комнаты до уборной. И болевой шок был настолько сильным, что меня прямо рвало. В общем, это был ужас. И когда я обращалась к докторам, все говорили, вот родишь первого ребенка, все устаканится. Действительно, так и произошло. Но первый день чаще всего все-таки для меня проблематичный, скажем так. Не самые приятные ощущения. И я ничего не принимаю, не принимаю гормоны. После второго ребенка вот прям очень-очень улучшилась ситуация. Но иногда до сих пор именно в первый день я немного выпадаю из жизни. Взяла попробовать такие компрессы. Выглядят они вот так. Каждый в отдельном саше. Небольшой размер. И здесь также есть эфирные масла. Я помню, когда вот была стрессовая ситуация, я переехала сюда, в Польшу. На мне это очень сильно отразилось. В первую очередь на здоровье. У меня очень сильно выпадали волосы. Я помню, что я ходила на йогу. И йога мне очень сильно помогала. Было несколько позиций, которые я принимала в первые дни. И вот тогда боли быстрее проходили. И не настолько сильно ощущались. А потом как-то ребенок, потом второй. И стало лучше. Ну вот, взяла попробовать. Вдруг будет помогать. Если вы слышали о таких средствах, то опять же поделитесь с другими девочками. Не только со мной. Работают они или нет. А я как-то во влогах вам потом позже расскажу. Все. Это все мои покупки. Я надеюсь, что вам было интересно. Я очень довольна своим заказом. Все ссылки я, как обычно, оставлю для вас в описании. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.